На 25 квадратных метрах почти тысяча вещей на любой вкус, цвет и возраст. Так семья Шевнюк реализует с Костерёва свой волонтёрский проект «Вещевой фонд». Глава семейства Павел – главный организатор. Ищет новых партнёров, занимается развитием и продвижением. На сегодняшний момент у нас есть организация, которая действительно нам помогает вещами новыми. Шьют, то есть швейное, то есть там целое производство. Вторая организация у нас здесь за стенкой находится – это обувная мастерская. Непосредственно у нас тоже с человеком заключено соглашение. В виде благотворительной помощи он ремонтирует нам 100 пар обуви. Супруга Павла Олеся – администратор проекта. Она проводит в центре пять дней в неделю. Первое время оформляла полки и примерочную, закупленные на средства из фонда президентских грантов. Теперь принимает одежду, разбирает и ведёт учёт. Приносят вещи, которые уже не модные, которые носить нельзя с какими-то пятнами. Мы срезаем с них пуговки, срезаем различные интересные штучки для рукоделия, передаём нашим женщинам. А эти вещи мы отвозим в прию для бездомных собак. Вскоре политику фонда изменят. Принимать будут только целые, чистые вещи. Есть правила и для нуждающихся. Прийти в центр можно только два раза в месяц и за раз взять до пяти вещей. Мы можем многих понять, что хочется обновить свой гардероб почаще, взять побольше вещей. Но правила есть правила и нужно придерживать правила в жизни, всё в меру. Зачем захламлять свой гардероб, гардероб своего ребёнка, когда вы даже не оденете всю эту вещь, потому что я просто хочу, чтобы она была. Нет. Самый младший помощник центра – пятилетний Добрыня. У него, как и у родителей, своя ответственная задача – следить за порядком в детском уголке. Помимо него, центру помогают ещё десять постоянных волонтёров. Один из них – Андрей. Он спортсмен, активист и общественный деятель. Молодой человек планирует открыть в Костерёво свой проект по спортивному воспитанию подростков. Общаясь с Павлом и Олесей, парень набирается опыта. Ну, знаете, сейчас какое поколение, да? Наматых, не знают собственной культуры. Вот. Сделать из мальчика мужчину, а не пацана какого-то из подворотни. Раз в неделю фонд и его волонтёры выезжают в отдалённые деревни Петушинского района, чтобы помочь как можно большему количеству жителей. График работы и выездов вещевого фонда можно найти на его страницах в социальных сетях. Ольга Ефимова, Евгения Волкова, Андрей Беляков, Губерния, 33.